Мало людей, но много воды и такой приятный свежий ветерок. Бриз. Очень интересна была ситуация этим летом в Петербурге и конкретно вот здесь у нас, в Сестрорецке. Температура воздуха была примерно где-то там плюс 30, всякое такое. И я вот даже начал купаться в этом заливе, выяснилось, что это абсолютно безопасно. Хотя вот там висит очень интересная надпись «Купаться не рекомендовано». То есть, в общем-то, как хочешь, так и понимаешь. Ну, то есть, не запрещено, не разрешено, а не рекомендовано. То есть, когда вы купаетесь, вы берете все риски на себя. А в Крыму, наоборот, был трэш, угар и садомия. Там были наводнения, там люди плавали по горным рекам и все такое прочее. И получилось так, что все поменялось местами. Здесь у нас был самый настоящий курорт. А в Крыму был, ну, не Питер, конечно, но вот такое, знаете ли. Я каждый год езжу на юг нашей необъятной родины, хожу в Крымские горы, потом спускаюсь. Раньше, в общем-то, день на море мне хватало и уезжал. Сейчас там провожу иногда недельку. И, в общем-то, каждый день, в смысле, каждый год я делаю какие-то для себя наблюдения, делюсь ими со своими радиозрителями и читателями. И если в прошлом году я акцентировал внимание на том, что, например, в Алуште местной публике абсолютно плевать на всевозможные исторические достопримечательности, то в этом году моя коллекция наблюдений пополнилась еще рядом, так сказать, по-старославянски говоря, поинтов. Мне иногда не хватает русского языка. Это, к сожалению, издержки работы во всевозможных профессиональных агентствах и постоянного штудирования литературы на английском и просмотра передачи фильмов на английском языке. Ну, во-первых, начали мы в этот раз свое путешествие по горам с пещеры в селе Мраморное. Я там никогда не был. Надо сказать, что она произвела на меня впечатление тем, что я, как заядлый фанат Ридлифф Скотта, в частности, и, в общем-то, первых двух кинокартин «Чужое-чужие», в общем, хочу сказать, что это был такой интерьерчик, где, в принципе, не нужны были никакие декорации. То есть при желании, помимо там стоячих и висячих фалосов и всего остального, там можно было понаблюдать массу интересного. Гид нам попался удачный и рассказывал там про всяких-то чебурашек, королей и так далее. Ну, то есть было понятно, что он, как профессиональный спелеолог, мог бы наградить экскурсантов какой-то более профессиональной информацией про все эти карсты и так далее. Но я его прекрасно понимал. Нафига им это надо в то самое время, когда здесь, ну, конкретно там, под землей, живут всевозможные тролли, которые питаются уставшими и отставшими экскурсантами. У нас это называется поцелуйчик. Примерно через пару миллионов лет они должны поцеловаться и превратиться в столотна. Приглашаю вас посмотреть на это событие вместе с нами. Вот, потом мы забирались на Четтердак, и я там буду перемежать иногда всевозможными кадрами, а то меня просто закидали просьбами что-нибудь показать. Но дело в том, что очень многие люди сейчас ходят в горы, тем более я же не альпинист, не скаловаз, я просто турист, лох с рюкзаком, поэтому что тут. Но почему я туда хожу каждый год, я тоже скажу пару слов. Вот при спуске с Четтердака я, конечно, ощутил последствия, не только я, мы оба с моим сенсеем Валерой ощутили последствия всех этих селей и так далее, потому что тропы не было. То есть вот скатываться ночью уже стемнело, мы что-то в пещеру сходили туда-сюда, скатываться ночью вот так вот по... фактически земельке на жопе, падая на рюкзак, мне не понравилось. Мне вот серьезно, но не понравилось. Ну вот как-то... я, конечно, был готов к разным лишениям, но да. Тем не менее, у меня есть такая привычка, где бы мы не останавливались, останавливаемся мы обычно, естественно, в воды, а, кстати, по той тропе давно никто не ходил, и я еще думал, ну сейчас, если еще спустимся, и там родника нет, того, который указан на карте, ну это будет вообще ад. Самое лучшее, что я ожидал. Ну, родник был, вот. Было дико холодно, но я, тем не менее, помылся. А на следующей стоянке на Джорле там был вообще плюсик с небольшим. В отличие от всех вот этих людей, которые спят там в зимних мешках в 20-ти градусный мороз и наслаждаются, я вообще не он. Я вообще не этот человек. Я шел с расчетом, как я обычно хожу. Ну и, в общем-то, и спальник у меня абсолютно дешманский какой-то, и палатка у меня дешманская, то есть, зато они очень легкие. Ну и, в общем, во второй ночи я надел на себя все. Все в своей футболке, все, что можно было и нельзя. Вот, еще перед выездом из Питера, смотри, тельник лежит. А это такая универсальная вещь. Думаю, дай пихну на всякий случай. Вот как в воду глядела. В общем, просыпаешься от того, что пар просто у тебя изо рта идет. Ну, опять-таки, там, заядлого походника этим не удивишь. Мне не понравилось. Я не люблю ночевать в палатке в холод. Но зато был очень интересный эпизод, потому что там пришли три человека, которые искали там водопады, какие-то там в бане водопады в Крыму. Ну, там, конечно, есть они на всякие водопады а-ля Джур-Джур, но это, знаете, так, для матрасников, как их Валера называют, которые там на пляжу устали лежать, и вот им там предлагают на газонах прокатиться наверх. И потом я этих людей встретил случайно в Алуште, и более того, я их узнал, а они узнали меня. То есть в этот раз они узнали, что там, значит, папа, мама, сын. Сын говорит, ой, так я же вас на ютюбе видел. Вот как мир тесен, да, представляйся. Ну, и, в общем, прекрасный этот раз у нас был поход. Встречали лошадок. Рюкзак вы хочешь сожрать. Табор уходит в небо. Чего? Нету ничего пожрать. Нету. Жрать? Жрать нету. Да-да, и чай еще давай, мой жири. Конечно. Иди ты в баню. А я что буду есть, по-твоему? И ни нахрен. Тебе нельзя чай. Чай тебе... Слева же мелко стоит. Тебе чай нельзя. И это нас ждет. Все, иди в баню. Иди, иди, иди. Нету жрать ничего. Все, все, обнюхать надо меня. Тетя Волшечка, что такого? Да, кадры потрясающе. Фоткай. Снимай, снимай. Неинтересно. Все. Ну, иди догоняй родителей. Ты чай? А он цветет, может быть, перемашивал. Боевнимание. Хрен тебе там. Кто-то их покормил. Лошадки очень интересовались всем, что на нас было. Пытались залезть ко мне в трусики даже. Да, я публиковал это феерическое фото. Было очень много мошкары. Это вот изнанка, к сожалению, сентября. Там, с одной стороны, не жарко, как обычно, там, в августе или в июле. Но вот мошкара, она достает, причем она вот в определенные часы, суток налетает и потом как бы убегает от тебя. Но виды, запахи и все прочее, конечно же, впечатляют. И здесь надо сказать, что вот эти вот походы в горы, они как-то, ну, помимо того, что это физуха и прочее, 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 и, в общем-то, ты каждый раз думаешь, зачем ты туда идешь. Ну, что тяжело, потому что устают ноги, плечи и так далее. Я, конечно, не альпинист и не скалолаз, но один вот действительно профессионал этого дела в свое время сказал, что это идеальное сочетание неприятного с бесполезным. Но в данном случае это сочетание все-таки неприятного с полезным и потом с приятным. Все эти виды, они компенсируют твои затраты. А самое главное, что ты отрубаешься вот от всего того, что происходит вокруг, особенно в интернетах. Потому что мне кажется, что если бы люди, которые выливают свою злобу и желчь в интернете, ну, хотя бы раз в какой-то эпизод своего времени, вот, ходили туда, куда я хожу, они бы, может быть, поменьше бы выливали свою желчь и прочее. Потому что я там наснимал всяких разных сториз. Дело в том, что я всегда хожу по Крымским горам, у меня есть прямо специальные трусы, купленные, вот, я их надеваю исключительно в горы, да, они божественные. Во-первых, они очень красивые, они такие серые, семейные, да, вот, очень стильные. Ну, то есть, просто это эталон, эталон красоты, стиля и всего остального. Поэтому я их, собственно, и ношу. Ну, и, в общем, это такой тоже своего рода тест на ханжество и на вообще то, в каком состоянии пребывает человек на определенном этапе своей жизни. Поэтому, безусловно, крайне полезно ходить, прочищать свою бошку, когда ты находишься, ну, не просто без интернета, а даже без мобильной связи. Там довольно долгое время, и ты каждый раз убеждаешься, насколько вообще мы не знаем ресурсов нашего организма, потому что тебе кажется, что, ну, все, сейчас ты ляжешь и сдохнешь, а ты идешь, 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 идешь. И в этой связи, мне кажется, это очень полезно тем людям, которые, ну, вот, хотят понять, как там Суворов мог перейти через Альпы. Или как люди, там, в каких-то лишениях, тем не менее, добивались определенных результатов. Про всякие марш-броски, там, прошлого и так далее. Это не то, чтобы мы так же делали, да, но нам, конечно, до этих Суворовских Орлов, как до Марса, но к тебе приходит, да, действительно понимание, что мы очень избалованы цивилизацией, мы очень избалованы, там, Яндекс.Такси, Доставка и всем остальным. И в определенные моменты просто тебе организм сам говорит, что, типа, ты можешь. Ну, или, точнее, ты организму говоришь, а пара тебе сказала, надо, а комсомал ответил есть. Он тебе подчиняется. И здесь ты, конечно, начинаешь верить в психосоматику и во все остальное, потому что, забегая вперед, могу сказать, что ты купаешься в не самую теплую погоду в ледяной воде, потом ты спускаешься на море, там купаешься, там сначала очень тепло, а вот последние три дня, когда я был, ну, там такая была типичная питерская погода, и вода была теплее, чем температура воздуха. Люди ходили по берегу в пуховиках, ну, то есть здесь бы они, наверное, ходили бы в шубах, я думаю, то есть уже в таких, в двойных. Там они ходили в пуховиках, и когда ты вылезал, они тебя спрашивали, ну, как вода? Я говорю, да, прекрасная вода, ты должен наматывать, там, ну, как минимум полчаса, и ты не заболеваешь. Вот в чем прикол, понимаете? Холодно, тебе вода обжигает, как бы, тело, но ты не заболеваешь. Приезжаешь сюда в Питер, три дня, продолжаешь обливаться, и вся началась эта история. Сопли, горло, в общем, все, как мы любим, да, то есть все эти походы к лору и все остальное. А сейчас это, ну, что понимаете, на волне всех этих ковидных фобий приходится вообще самому лечиться, потому что, потому что вот. И поэтому с гор ты спускаешься в совершенно преисполненном таком состоянии экстаза и всего остального, и попадаешь в реальность, в самую настоящую. Сначала, как правило, мы, ну, стоим на скалках там рядом с бухтой Веселая, которая меняется в зависимости от политической конъюнктуры. То она заполненная, то она пустая, в этот раз она была не очень заполненная. И ходишь по этой тропе Неголицына, забываю, как она называется, караулаба, вот это вот все, короче. Я сколько там хожу, до сих пор не могу выучить эти все названия, там, караби, ела и так далее. Мне достаточно того, что там вкусно пахнет травками и открываются замечательные виды. То есть это такой у тебя получается промежуточный этап, ты купаешься голый на скалках, ну, ходишь там в Новый Свет, приходишь в Новый Свет, и вот ты как бы понимаешь, на самом деле, что Новый Свет, потом ты едешь в Алух, что суть вообще нашего российского бытия. Ну, во-первых, как бы дизайн это наше все, это потрясающе. Это вот это, знаете, как я помню постсоветский Союз в 90-х, вот это все красненькое на синеньком, зеленое на фиолетовеньком и так далее. И ты задумываешься о том, что тебе, ну, то есть вот этот вид отдыха, я не осуждаю, я прекрасно понимаю, что есть люди, которым вот лишь бы наконец передохнуть, потому что у них тяжелая работа, вот они накопили, приехали в Крым, расслабились, вот эти пивные сисечки, да, вот это все из всех утюгов орущее прекрасное музло и так далее. Но вот что я в этот раз заметил, вот периодически сталкиваешься с какой-то автоматической неприветливостью даже во взгляде. То есть понятно, что свинья везде грязь найдет, то есть и можно подумать, что мне это кажется, и я вот это все надумываю. Но у меня было несколько ситуаций, когда ты там искупался, сидишь в углу на пляже, сохнешь, и рядом полотенце чего-то. И подходит мужик, и вот он на тебя смотрит так, как будто ты хочешь это полотенце своровать. Вот здесь, кстати, в курорте была очень интересная у меня ситуация. Я после бассейна выхожу с простыночкой местной, вытираюсь, и бабушка на меня смотрела, тетенька, точнее, она такая еще не бабушка, смотрела, смотрела и пошла к медсестрам, ну, во всем этим, которые там сидят при входе, говорят, вот молодой человек хочет украсить простыночку. А поскольку я там хожу уже много лет, и их постоянный клиент, они очень долго ржали, что не дали мне простыночку украсть. Только вот я собрался, а вот помешали. В общем, он тебя смотрит, как просто, понимаете, вот как на кусок говна. Там, в Алуште, я снимаю уже постоянно за очень дешевые деньги потрясающий угол с потрясающим видом на горы. Я просто беру все время в прокат велосипеды, и мне, соответственно, плевать, в каком месте Алуште это делать. Для меня Алуште – это вот маленькая часть микрорайона Петербурга, да. И купил венса, штопора не было, спустился попросить у соседки, которая местная. И она вынесла мне этот штопор тоже с таким видом, что я, ну, не знаю. Притом, что я абсолютно уверен, что она, ну, никакой злобы она ко мне не испытывала. Это просто такое вот природное состояние человека, как вот то, когда ты ходишь. У меня даже в моих видеоэкскурсиях это часто встречается, если вы заметили. То есть ты заходишь куда-нибудь, и у тебя – что вам тут надо? Чего вы тут ходите? А ты приходишь вообще-то людям рассказывать про муакаду в этот двор, или рассказывать такие вещи, которые даже сами местные не знают. Вот в последнем нашем туре, да, вышел человек и на серьезных щах уверял, что это каретный сарай Семеновского полка. В то самое время, как Семеновский полк стоял там вообще совершенно в другой части города. Ну и так далее. И вот от этого как-то тебе, не то чтобы плохо, но ты как бы понимаешь, почему ты ходишь в горы. Потому что там этого нет, да. А потом вот это все, оно и перетекает онлайн, да. Если кто-то из них, например, что-то там увидел или прочее, он начинает вот строчить и там всевозможные замечательные вещи. Семеновский полк. Семеновский полк. Ну что, да, скорее всего. Ну да, вообще каким-нибудь одним путём. Тут много они, да, здесь. Она под этим... От всей караби, так она... О! А ступени это кто выдолбил? Ну вот, они жили. А, прямо тавры выдолбили? Да, это живое помещение. Охренеть. Интересно, да? Зато в живую, да? Представляешь, Паша, здесь жило почти тысячи людей. Ну, прятались они здесь и, по-моему, укрывались. Здесь мы опять их покранились. Там, ну, прямо уже живо. Хотел, да? Но зато живая пещера, натуральная. Видишь, ты лаптики под калори, гады. Это коллекционеры. Да, наверное. Отколотые. Там отговаривают, они, на самом деле, как поделки. С поводу драгоценных камней. Ага. Возьму такую стулоктительную, понял, что там миллион лет надо накапнуть. Как черепушь-то, е-бога. Так вот это и есть там, типа, хозяин. Народ, знаешь, здесь пугать девчонок возили. Если реально так, если... Одному-то страшновато. Я понимаю, наверное. По этому-второму. Меня сейчас здесь накрыло так. Вот. Смотри, мы идем всегда правым поворачиваем, потом левую полную. То есть никаких... Ты хочешь еще дальше идти? Ну, как хочешь. Здесь можно потеряться, реально. Так я знаю. Здесь слезка одного человека. Часа три. А эхо еще, главное, отдаляется. Видишь, как у нас зал? Вот оно. Ну, здесь вправо не те, а потом левую. Да? Главное, не допустить. Главное, не пропустить какую-нибудь еще одну дорогу. Вот это... Нет, просто тут еще очень скользко. Сейчас, подождите. Еще давай. На, если смотри, подождите. Давай, я не знаю. Здесь просто эти... Столоктики. Скажите? Ну и считай, я не знаю. Там насилия очень много. Это местный тотем. А, это же дерево, да? Да. Вот, кто-то специально здесь. Где-то здесь еще хозяин. Прямо Паша такая. Реальный человек. Знаешь, он же с наводьями. Слушай, ну конечно, после такого, вот та подсвеченная она куда... Да, потому что здесь сожгли же ее, Паша, если ты говоришь. Ааа. Ее сожгли, а она потом копоть покрыта. Это ну щедового. А не пустили, а дым насквозь и все задогнулись. Понятно. Это типа... Ходслайк. Ну интересно, да? Да. Очень круто. Как-то по-другому смотрится. Без фонарика. Если тут одному прибывать, эти капельки воды начинают превращаться... Совсем не в капельки. Глаза. Еще один интересный эпизод в этот раз был... Я знаю, что в Крыму не работает PayPass для... Ну то есть он работает с картой Мира. У меня карты Мира нет. Чтобы карту Мира в Сберии, например, заказать. Ну то есть все надо заказать, поехать и получить. А ты в Крыму. И я, короче, забыл свои карты все. Всех своих банков. Я взял с собой Налика, но у меня оказалось всего не так много. Потому что на юге деньги улетают в лед. Тем более, если тебе там надо заказать такси, я не знаю, из бухты села Веселая в Алушту, то это вынь да положь. И в какой-то момент я просто понимаю, что у меня просто тупо деньги заканчиваются. Но я начал там у кого-то клянчить. То есть я им перевожу онлайн, а они мне налик дают. И в Феодосии, где я очутился, я понял, что у меня осталось в кармане 150 рублей. А я там еще хотелось в пару музеев зайти. Тем более, я был не один. Ну и, в общем, я подошел к этим вот теткам, которые сидят с картонками жилье. Там есть еще жилье, а есть еще свое жилье. Вот это как бы две градации. Я говорю, можно у вас попросить денег? Я сейчас прямо, ну, я могу, я сначала вам кину деньги, значит, на карту, а вы мне дадите наликом. И она на меня посмотрела и сказала, молодой человек, мы такими вещами не занимаемся. Я говорю, а какими вещами, извините? То есть, понимаете, когда ты живешь с предстрелом кого-то, как-то помягче выразиться, наколоть, то, естественно, ты во всем видишь какой-то подвох. Ну, я пошел в местный банк, этот РНКБ стал в банкомат, и там первая же девушка отвалила мне 2000 рублей. Как бы я ей перевел тут же деньги. Объяснил ситуацию, потому что она все прекрасно понимает, что я не собираюсь ее обмануть, украсть или так далее. Тем более, я сначала перевожу, а потом мне деньги дают. Потому что, когда я только прилетел в Симферополь, мне нужно было переночевать одну ночь буквально. На следующий день мы отправлялись в поход, мы встречались на автовокзале. И я даже не бронировал гостиницу, потому что я понимал, что в сентябре, ну, будет полно номеров во всех гостиницах Симферополя. Это не август, не июль. И позвонил там самый ближайший от вокзала, просто мужику позвонил, я говорю, у вас номера есть свободные? Он говорит, да, есть. Вам забронировать? Я говорю, да нет, я просто сейчас поеду, вот буквально через час приеду. Прихожу, открывает мне тетенька дверь и говорит, вы бронировали? Я говорю, нет, я не бронировал, но я звонил вашему вот хозяину, он сказал, что номера есть. И что он вам сказал по стоимости, спросила она меня. Я вам клянусь, да. То есть это бизнес по-крымски, да. То есть никакого фикс прайса, никаких фиксированных цен, все. Так вот прикол в том, что она назвала цену ниже, чем ту, которая была в Яндексе указана. Ну, понимаете, там разница была смешная, что там 150 рублей и прочее, в данном случае это не играло роли. Но сам подход, вы понимаете, а сколько он вам сказал? И вот это во всем, вот это во всем, вот понимаете, я их не виню. Я прекрасно понимаю, что там с октября по апрель они, ну, сосут, да, в большинстве случаев. Потому что работы практически там нет и задача крымчан, конечно, за лето насосать бабло. Но мне кажется, это все-таки можно делать, ну, как-то, ну, более цивилизованно, более изящно, ну, 21 век на дворе. Люди уже, извините, поездили везде. И сейчас ведь какой феномен происходит? Те, кто раньше там летал по всяким яким, да, вот ломанулись в Крым, и вот они с этим сталкиваются и, честно говоря, в шоке. Я не говорю, что это 100% из 100, конечно, есть приятные исключения, но вот основная тенденция, она такова. Потому что в прошлом году, например, когда я уезжал из Алушты на такси, я заказал заранее, вот. Мне обещали отзвониться за час, никто мне не отзвонился, но позвонил чувак за 10 минут, я сел и уехал. В этом году я позвонил в ту же самую службу, мне сказали, да-да-да, отзвонятся за час. Хорошо, что я его назначил с запасом еще на час. Ну, что-то мне подсказывал, что лучше так сделать. В итоге мне никто ничего не позвонил, я звонил на этот телефон-агрегатор. И я позвонил местному барыге в Алуште, так вот он, короче, мне прислал тачку, которая стоила дешевле, чем у этого дешевого агрегатора. И, в общем-то, барыга даже перестал быть барыгой, а стал вполне себе честным исполнителем услуг. И вот, опять-таки, в этом весь Крым. То есть, как бы, мне потом, я когда делал пост в Инстаграме, мне писали телефоны проверенных служб, вот первый телефон как раз был вот этой вот конторой, которая меня таким образом киданула. Но, опять-таки, это хорошо, что я, как бы, это все понимал заранее, я сделал все с запасом и так далее, и так далее, потому что вообще принцип моей жизни очень долгое время был приезжать в последний момент. Но в данном случае я решил подстраховаться и правильно сделал. И вот на все вот на это наслаивается совершенно четкое ощущение какой-то внутренней несвободы, подавляющее большинство россиян. Потому что я, когда ходил по Ушне, я заметил, что там практически отсутствует пласт людей где-то там 18-25 лет. То есть, понятно, что они, скорее всего, валят там куда-нибудь учиться, либо в Симфик, либо на материк, кто-то может на Украину. А основной контингент это либо уже, ну, совсем мелочь, да, или там подростки, либо уже, вот, так сказать, такие старые пердуны типа меня. И ты ходишь, и ты понимаешь фразу, почему у нас всегда говорят, вот, давай выпьем, потанцуем. То есть, просто потанцуем, ну, не потанцуем, да, нам надо обязательно выпить. Вот. И ты вот прямо это все наблюдаешь воочию, что надо расслабиться, надо бухнуть, иначе не расслабиться. То есть, бухнуть, чтобы расслабиться. Бухнуть без расслабиться, точнее, расслабиться без бухнуть как-то вот в большинстве случаев не получается. И это вот Крыму это особенно заметно. И мне кажется, это основная проблема нашей страны, вот эта вот неспособность немножечко разжаться, улыбнуться в тот момент, когда вот ты стоишь вот с каменным лицом в лифте, да, поприветствовать незнакомого человека, как в тех же самых штатах. И где-то идешь там по парку, и тебе говорят хай. И как бы я вот это рассказывал, и мне одна женщина сказала, а я бы напряглась, если бы мне незнакомый человек в лесу сказал здравствуйте. Вот это все, вот это фундаментальная наша, так сказать, фундаментальная ментальность, да, вот такой каламбур, да. Люди напряглись бы, если бы с ними поздоровались, потому что, опять-таки, мы за всем этим видим какой-то подвох. Ну и последнее, о чем хочется сказать, это немножко тема из другой области. Ну, естественно, Крым улучшается инфраструктурно, безусловно, в Алуште сделали парк. Вот задача Стахеева, очень крутой, вот прямо по всем Собянинским канонам, если можно так сказать. Ялта – это вообще One Love, я там вот был в феврале, в этом, этой зимой опять хочу туда съездить. Она вся такая стала ухоженная, достаточная. Но ты вот приезжаешь, например, в Феодосию и видишь ресторан «Деникин». В Алуште поставили памятник, где изображена непосредственно Николай II со своей супругой Алисой Гессенской. Ну и получается, что сестра его жены Елизавета Федоровна и муж ее, дядя Николая II, получается, Сергей Александрович. Ну, потому что там, собственно, Никки встретился с Алекс, и при этом присутствовал дядя Серж и Елизавета Федоровна. Вообще не являюсь ни разу фанатом нашего последнего императора и считаю его одним из самых вообще неудачных правителей России. Еще менее являюсь поклонником этого самого великого князя Сергея Александровича, получившего прозвание князь Ходынский, и который благополучно улетел к праотцам в Московском Кремле от бомбы Каляева. Тем не менее, ты стоишь и ты понимаешь, какая судьба их ждет. Если там, ну, можно еще как-то, знаете, елозить по поводу Николая II, Алекс и великого князя Сергея Александровича, то вот Елизавета Федоровна, ну, вот, в принципе, по всем фронтам святая женщина, да. И я каждый раз об этом в Москве на Большой Ордынке рассказываю. Я к тому, что все потихонечку возвращается на круге своя, и вот этот закон сохранения энергии, по которому я лично существую, он дает о себе знать. Если ты сначала во всю прыть во время Российской империи прессуешь, как бы, рабочий класс, крестьян, интеллигенцию и так далее, делаешь это, конечно, не так жестко, как у прессоветской власти, но ты это делаешь, то получи и распишись. Если ты во время Советского Союза переначиваешь, перелицовываешь историю, то получи и распишись. Я думаю, что в 70-х годах там многие бы переплевались и в гробу бы перевернулись, если бы узнали, что ресторан будет назван Деникинским и будет поставлен памятник расстрелянной императрице. Однако вы не найдете в Крыму кафе, например, белокун или там землячка и прочее. Вот баланс, он выравнивается. Кому бы что не писалось по этому поводу, какие бы там супли, слюни, желчи и прочее не выливалось, но это так. Я ни разу не монархист и уж тем более не коммунист. Я просто хочу, чтобы мне государство информацию не перелицовывало, а выдавало все как есть. Доброе утро у трех трупов. Там целая плеяда. Ну и Крым, опять-таки, это вот такой водораздел, это показатель этой тенденции, потому что подобные памятники, подобные места, они становятся посещаемыми и какими-то такими рэперными точками, потому что, ну, в принципе, не так много для простого человека исторических развлекух. Он там пойдет в какой-нибудь там парк мини-скульптуры или там еще что-то там. Опять в Алуште появился какой-то там иллюзион или какая-то хрень, в общем. Ну, вот такое, знаете, не до Диснейленд своего рода. Поэтому это вот вам такой набор всевозможных мыслей и наблюдений совершенно из разных областей, связанных просто моим пребыванием там. Поеду зимой, может, еще чего-нибудь почерпну. Поеду следующим летом, может быть, еще чего-нибудь почерпну. Хочу сказать, что вот удивительное дело, но до сих пор в экскурсии ходить, да. И более того, наконец, я выберусь в Москву в Панце. В октябре там будут две вечерние экскурсии, в четверг и в пятницу. Одна причем такая, как раз, дискуссионная, как я люблю. От Красной Пресни до Белого дома. Ну, а в Петербурге пятница, суббота, воскресенье, либо просто суббота, воскресенье. Соответственно, расписание вот там на сайте. Там же книжки мои можно прикупить. Пишите ваши, так сказать, согласия, не согласия, мысли по этому поводу. Тоже какие-то, может быть, наблюдения. Не только по поводу Крыма. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. Пока. Если растет живот, такой вот-вот. Если никто не е, не любит и не ждет. Если ты тело слепить не сумела, фитнес-бар тебя в этом спасет. Если ты просто дрыщ, ты просто дрыщ. И выглядишь, как нежный малыш. Бери гантели каждую неделю. Делай вот так, дышь-дышь. Качай пузяку, пузяку качай. Не ешь всяку бяку, а пей зеленый чай. Качай пузяку, пузяку качай. Не ешь всяку бяку, а пей зеленый чай. Если по жизни у вас Преобладает и вас Все эти годы алкогольной свободы Спускаются в унитаз. Если твой командир Лень и подкожный жир Ты сможешь сделать, сам это сделать Улучшить свой внутренний мир. Качай пузяку, пузяку качай. Не ешь всяку бяку, а пей зеленый чай. Качай пузяку, пузяку качай. Не ешь всяку бяку, а пей зеленый чай. Качай пузяку, пузяку качай. Не ешь всяку бяку, а пей зеленый чай. Качай пузяку, пузяку качай. Не ешь всяку бяку, а пей зеленый чай. Качай, кузяку, кузяку качай Давай качай Кузяку бегу, опять зеленый чай Качай, кузяку, кузяку качай Давай качай Кузяку бегу, опять зеленый чай